Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Фиг отдохнешь А раньше почему не приезжал? Так а я не помнил Мы жили в Норильске Мама была, папа был Какой папа? Ну а потом отчимом оказался Я-то думал, что он папа Ну а что мне было думать-то? А потом Ну когда мне было уже Да я не помню, сколько было Тогда еще отец с дядь Колей Упивали, но я ему все рассказывал Вот тогда я и узнал Что узнал? Я же тебе говорил Что моя мама И наш отец, они были женаты И жили здесь В Звенигороде Потом мама узнала, что он изменяет Ну и Развелась Поехала домой в Норильск Меня с собой забрала И что? Они с папой с тех пор? Нет Никаких Это надо мать знать Она даже о нем Не вспоминала Ты знаешь, когда я понял, что он Мой отчим У меня как-то все сразу на места встало А потом я нашел какие-то документы И там написано, что моя мать Ирина Павловна Кружина Проживает в Звенигороде По адресу Насть Настя Настя, только ты это Настя, стой, стой, стой Настя Настя Пойду посмотрю Да ладно, Вась, пойдем Пойдем Твои друзья Предателя Он мне не поверил Говорит Ты верешь мне Ты украла И по лицу меня Че? Кто? Этот малек? Папа Ага Васька Васька сам мне ее подарил А потом Родители Ваське Родители Либо сводили Реликвия А по моей комнате Перерыв Нашел ее Я говорю Васька Сам мне ее подарил Васька Васька Волчат Все то вот я Украла Папа 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 сказал Что я под новостив арестом Справляться Трудом Он мне не верит Что Васька Сам мне ее подарил Да шкура Твоя Васька И секунд Это девчонка Кто? Наташка 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 страшная И на игуану похоже Ты кого? Почему ты Ягуану? Саш Я игру купила Насте Подари А? Ничего я ей дарить не собираюсь Ну Саш Ну она еще ребенок Маленькая Ей тепло твое нужно Внимание Неужели ты правда думаешь Что она могла взять? Могла Не могла Какая разница Ань Ты что не знаешь Эту семью? Что я мог им сказать? Я И вправду думала Что ты поверил Что она взяла Ань Ну даже если Так все Разговор закончен Саш А где мой телефон? Ты отключил? Мама звонила Перезвонить? А может Папе позвонить? Позвони А если он скажет Нет у меня никакого сына А ты думаешь Он может вот так Взять и отказаться От родного сына? Разве он такой? Я уже не знаю Какой А ты почти не изменился А ты почти не изменился Он меня убьет Странно так Станция Подлипки Улица Вишневая Что? Я говорю Станция Подлипки Улица Вишневая Мы с мамой сюда часто На электричке ездили Она меня заставила Заучить Если потеряюсь А когда я узнал Ваш адрес в Звенигороде Решил съездить Ну там Школа Институт Потом Ну в общем Я переехал И стал жить под Звенигородом Саш Дай вазу А почему ты сразу не приехал Не мог Да и обстоятельства у меня сложились Здрасте Дай не уж Так мне же нельзя здесь А давай лучше с улицы Ну как будто я только что пришел В Багину Держи Держи Настя Что случилось Я тебе звоню Звоню Телефон Недоступен У тебя ничего не случилось Пожидался А На Дом неси Слушай Мы столько с папой вкусного накупили Сейчас дядя Миша и тетя Лена Приедут Шашлыки будем делать Посидишь с нами Да А с Валей кто будет А Ваньку мы спать положим Спать положим Спать положим Субтитры делал DimaTorzok А где мои шорты зелёные? Я не знаю. Посмотри, может в бане оставил. Папа, тебе помочь? Да. Штаны свои ещё. Шорты зелёные не видела? Не, не видела. Настя. Настя, ты там прополол сегодня много. Молодец. Ещё я хотел сказать. Я вчера погорячился, наверное. Ну, может ты и не брала. Папочка, я не брала. Настя, давай забудем про этот случай и всё. Он сам мне её подарил. Настя, я же не хочу тебе сделать как хуже, а? Я если что-то делаю, то лучше для нас всех, да? Хорошо? Всё. Всё, всё. На улицу сегодня ходила? Не дружи ты с Васей. Не нужен он тебе. Есть же Лариса, Вера есть. Есть с кем дружить, да? Братик у тебя есть. Братик? Какой? Ну, какой? Ваня, какой ещё? Я... Я вот хотела сказать. Если бы вдруг приехал твой взрослый сын... Какой взрослый сын? Ну, твой сын от первого брака. Ты что несёшь? Какой у первого брака? Ну вот, если ты раньше был женат на его маме, он бы приехал... Настя, какой первый брак? Нет у меня никакого взрослого сына. Ну всё, хватит. Давай иди отсюда. Хватит выдумывать. Иди в дом. Матери помогай. Взрослый сын. Ну? А Мишка как отреагировал? Слушай, мы хотим ребёнка. Да, здорово. Ну, думаю, это сейчас такой энтузиазм. Пока до сосок пелёнок не дойдёт. А там максимум, на что можно от папочки рассчитывать? Показать мелкому козу. О! Настя, отнеси папе и дяде Мишу, пусть закусывают. Угу. Давай. Для тебя. Поздравляю. Мама сказала, что вы закусывали. Я понял. Папа, можно пожарить? Настя, ты не видишь, взрослые разговаривают, а? Пожалуйста, можно пожарить? Настя, не трогайся, сейчас всё уронишь. Ну, пожалуйста. Ай. Настя, ну... Держи. Настя, ну я же сказал. Ну что ты... Ну... Настя, не умеешь себя вести? Иди в дом. Саша, ну что ты так, ребёнок... Ну посмотри, всё изваляло. Я сейчас. Настя, ну не сердись. Слышишь? Папа немножко выпил, Настя. Мам, а ты знаешь, что раньше папа был женат? Что? Для нас у него была другая жена. И сын. Нет, папа не был женат. Это ты так думаешь? Здесь раньше жил мальчик, сын нашего папы. Его тоже звали Саша. С чего ты взяла? Вот, видишь? Саша! Это он себя нарисовал. А папа подписал. Сан Саныч! Ты что? А? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты что, с ума сошла? Правильно папа сказал. Совсем неуправляемая стала. Все обои ободрала. Обои? Обои! Обои! Саша, я тебе бутерброды принесла. Саша, я тебе бутерброды принесла. Саша, я тебе бутерброды принесла. Как валить? А с папой поговорить? Тут поговоришь. Ну, завтра поговори. Знаешь, мне кажется, я и мне родная дочь. Чего я это взяла? Чувствую. Вот так когда жил в Норильске. С папой, с мамой. Ты же не догадывался, что папа тебе не родной? Но все равно что-то чувствовал. Не знаю. Сейчас трудно вспомнить. Ну, вроде бы, принято что-то чувствовать. Дети к родителям, родители к детям. Как в книжках написано. А если не чувствуешь? Нет, ну, маме я, может быть, родная. А папа? Он как будто бы помнит, что я ему чужая. А что я не делаю? Так, может, тебе у мамы спросить? А, хотя мама наверняка не скажет. Настя, ну ты не переживай. Сейчас вообще кризис института семьи. Сечешь? Никто никому не нужен. Ты поговори завтра с папой. Сечешь? Субтитры сделал DimaTorzok Настя, я слышала, ты не спишь Ты там не задохнешься? Знаешь, раньше в этом доме жила другая семья А мы с твоим папой купили его, когда тебе еще годика не было Другая семья? И здесь жил маленький мальчик, который очень любил рисовать Понимаешь? Мам, ну а я-то ваша дочка Что? В каком смысле? В смысле родная Смотри, что тебе папа купил Он сказал Настя так мечтала Только он просил не говорить, что это он купил Ты же знаешь папу, он только с виду строгий А сам очень переживает, что накричал на тебя вчера Только давай не говорить ему об этом Пусть это будет наш секрет Давай Все, давай, давай, завтра Завтра, а теперь все Давай, спи Спи Ну все, дети Уже час завтракайте Настя, дай бутылочку Пойдем, закричем Все, не скучай Хорошо Ну все, Настя, пока Пока Не уходи сюда Вот так Вот Давай О, Баньки Саша, не бойся, это я Ой, Настя Слушай, там шашлычка не осталось, а Жрать охота Настя, ты что Случилось, что с отцом, что ли А, ну если так Я говорю все правда Мы жили здесь, в Звенигороде Потом, когда мать от отца ушла, мы переехали в Норильск Я ничего не помнил Только когда узнал, что мой отчим не мой родной отец Вот тогда вспомнил Я узнал у матери адрес и приехал сюда в Звенигород А мне говорят, на даче Да слышала я все Автомат Настя, я не знаю, ты прям как Ты мне врал Ты сказал, что переехал в Звенигород Ну правильно Я здесь, в Звенигороде, служу Ты сказал, что учишься в институте Ну да, я учился, только не в институте, а в художественном училище А там как раз был призыв, я не отвертелся Но меня как раз и в часть под Звенигород отправили А как ты здесь оказался с автоматом, а? Я тебе все расскажу Но меня, может быть, ищут Может, в розыск объявили Ты, кстати, ничего не слышала? Откуда? Я ж тут с тобой сижу По домашним арестам И новости не смотрю Настя, ты, если хочешь, пойти в милицию Или там папе позвонить Я тебя удерживать не буду Настя, помоги мне Ты ведь все-таки сестра мне Надо трава сложить Исправление трудом А ты про меня ничего нового не узнала? Нет Убить хотел? Это я образно сказал Ну, просто достал он меня очень Все нервы мне этот еж вымотал Еж? Ну, кличка такая Еж, ежик Нас позавчера в караул поставили Ну и Мы подрались Этот урод Он бы убил бы меня Ну, а что мне оставалось сделать-то? Ну, я и выстрелил А потом деру А куда? Домой нельзя У меня в голове только одно Станция Подлипки, улица Вишневая Станция Подлипки, улица Вишневая А заранее я ничего не планировал Просто хотел с отцом увидеться Зачем? Да Хрен его знает зачем Не знаю А когда еще? Может, еще долго не увидимся? Ой, вот я попал, а Он может поможет мне чем-то Не знаю Юристу Может, деньги даст Но я ведь Я ведь, может, его убил Я же не знаю Но если я его убил Все, мне конец Настя, ты че? Нет, я тоже рад, что тебя нашел Ты, наверное, хотела, чтобы у тебя был старший брат? Да Че-то как-то грустно Может, мне не стоит его дождаться? Глупо будет, если не поговоришь Вообще, ты знаешь Когда он сказал, что нет никакого взрослого сына Обидно все-таки, когда тебя так ошвыривает Угу Я так же Он мне тоже все время отшвыривает Как и Ванечка появился Я вроде как чужая ему То есть, понимаешь Я все время плохая-преплохая Что не сделаю все плохо А Ваня у нас хороший Да нет, он не хороший И неплохой Он просто маленький Ничего не делает, поэтому и не ошибается О, здравствуй Родители дома? Здрасте Нету никого Ты одна Ну давай, я зайду, посмотрю Как что? Нет, не войдете Мне бабы запрещают чужих в дом пускать Чужих, это правильно Вот я как раз и хочу посмотреть Чтоб чужих не было Никого чужих в доме нет Ах ты господи Совсем народ оборзел Участкова не пускают Ну, хочешь, я тебе документы покажу Может, лучше ордер на обыск? На обыск? Ну, какой обыск, глупая Я для твоей же безопасности Здесь солдат бродит Беглый, с оружием И по телевизору видела? Че ты видела? Это какой солдат? Который убил кого-то? Кого убил? Никого он не убивал Ты че каркаешь-то? Я с профилактической целью хожу Пустые дачи Проверяю Да нет, не дачника Другого солдата убил Стрелял? Да Но не убил, а ранил Допустишь ты меня в конце концов или нет? Мне, папа, не разрешают чужих в дом пускать Ладно Я понял Ты боец Это тебя Всяким разным беглым бояться надо ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Убийство? Убийство? Все-таки я аж помер. Продолжение следует... Купаться поедем, да? Астена, ну где ты там? Поехали. Держи. Поехали купаться. Беги вперед. Только недолго. Я разогреваю кустром. Мы поедем купаться. Рыбок будем смотреть. Пап, налей воды. Настя, я только лег. Ну, тап. Ну, тап. Ветер. Настя. Ветер. Ага! 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 Ой, Катю, а пить хочешь? Вижу, может, сладкий попить скорее пить хочет, да. Давай, давай! Пап, можно я скупаюсь? Холодно, Настя. Ну, пожалуйста. Давай только чуть-чуть совсем. Извините. Здрасте. Здравствуй. А я могу с вами поговорить? А ты кто? Я тебя знаю. Я Сан Саныч. Очень приятно. Ну, о чем ты хочешь поговорить? Ну, давайте отойдем. Ну, просто разговор очень важный. Ну, давай отойдем. Настя, за Ваню посмотри. Тише, Ванечка. Ваня, ну ты че? А мне Ирины Павловны Кружиной, вам ничего не говорит? Тебе? Тебе не говорит ничего? Че, нет человека, нет проблемы, да? Ну, пошел отсюда быстро. Быстро, я сказал. На, собирайся, домой идем. Настя, этот парень с улицы, ты с ним говорила? Ну, вчера про взрослого сына, это он тебе рассказал? Он остановил меня на улице, но я почти сразу ушла. Бред какой-то, бред какой-то. Настя, ты понимаешь, что все это ерунда? Понимаешь? Я знаю. Настя, если ты еще раз его увидишь, сразу мне. Настя, ты понимаешь, сразу мне. Какой-нибудь псих ненормальный, точно. Нет, он просто ошибается. Настя, это что такое? Что это такое? Где ты это взяла? Опять кто-нибудь сам подарил? Поехали. Поехали. vedем в следующем. Что такое? Что такое? Что такое? Ну все, у нас осталось. Щи-щи-щи. 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 Все, 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 все. Саш, это я. Ты чего не спишь? Я знала, что ты вернешься. За ним. Так, а можешь сделать мне два бутерброда? И немного денег, если есть. Только очень быстро. Ты уже уходишь? А чего ждать-то, сестренка? Папаша-то вон какой оказался. Теперь я маму понимаю. Он поступил ужасно, ужасно. Отказаться от собственного ребенка. Да уж. Я думал, он обнимать меня кинется. Сынок, сколько лет, сколько зим. Он так поступил и с тобой, и с твоей мамой. Он предатель, он всех предает. Он только Ванечку любит. В сущности, гнилой мужик. Ты не можешь так уйти. Ты имеешь право. На что? На помощь отцам. Тссс. Ты у него никогда ничего не просил. Настя, на какую помощь отца? Он со мной разговаривать не захотел. Потребуй у него денег. Тебя ищут за убийство. А с деньгами ты сможешь уехать далеко. Ты купишь новый паспорт. Поступишь в новый институт. Купишь новую квартиру. Ты знаешь, сколько на это денег надо? Потребуй много. Пятьдесят. Нет, сто тысяч. Сто тысяч. Долларов. Да ты что, что делаешь, что ли? Откуда у него такие деньги? Он с карточки снимет. Да откуда он чего снимет? Слушай, зачем вам вообще мне что-то давать? Он меня знать не хочет. Он никого знать не хочет. У него только один любимчик. Хорошо. Предлагай. Хорошо. Предлагай. Ты откуда? Проснулась в туалет. А ты? У Ванечки плохо стало. Непонятно почему. Не переживай дочку, уже лучше. Иди, беги спать. Иди, беги спать. Мама. Мама. Мамочка. Он уже спит. Что, плохо? Мама. Да нет. Ничего. Просто страшно. Если б вы спали. А он в обмороке. У детей все очень быстро. Жалко. Жалко тебе его. Не тебя жалко. Мама. Мама. Так, давай. Папа. О! Как мы с ней сегодня? Здоров. Ну, кушайте, кушайте. Ваня. Ваня. Ваня, готова? Да, сейчас. Да, быстрее, мы опаздываем. Ваня. Ну, я иду, иду. Так, все, давай, еще на заправку заехать нужно. Все, пошли. Все. Эй, парень. Настя. Эй, парень, ты что? Так, мужик, а теперь внимательно. Я тебя хочу вернуть пацана назад. Готовь к вечеру сто штук, ты понял? Сто штук? Я позвоню вечером, скажу, где и как. И ментам не звоню, да пацана грохну. У меня в ментуре своя рука, понял? Ну, ты что, парень? Стой, где стоишь, сука? Саша! Аня, Аня, в дом идите. Я тебе сейчас... Папа, не надо! Я сказал, домой! Ну! Ну, что же ты, а? Саша, 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 стой, стой. Стой, стой! Стой! Я за лимой! Я за лимой! Папа, я за лимой! Папа, я за лимой! Папа, я за лимой! Да сегодня, сейчас надо! Аня, извини. Извини, извини. Я не ору. Спасибо. Спасибо, хорошо. Сто тысяч к вечеру. Я что, миллионер, что ли? Он позвонит до двух часов? Позвонит? Кто? Кто позвонит? Похититель. Занято, блин! Где они найдут инсулин? Его предупредить надо. Кого? Кого предупредить? Этого парня. Ваню по часам колоть надо, они это знают. Аня, как предупредить? Как предупредить? Ты что, его телефон знаешь? Я знаю. Ты не бойся, братишка. Это просто игра такая. Сейчас мы немного покатаемся, а потом родители тебя заберут. Эй. Эй. Покатались? Ваня, ты че? Что? Я знаю. Он же мой телефон схватил. Прибежал с улицы, схватил Ваню, а рядом на столе мой телефон лежал. Правильно. Он с него позвонит, чтобы его номер не определился. Ну. 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 Отключу. Вань. Вань. Ваня. Ванечка, ну, что с тобой? Эй. Вань, что с тобой? Очнись. Вань. Ваня! Вань. Черт. Вань. Все. Кому можно было позвонить, позвонил. Сейчас Миша приедет, в город поедем. Какой город, Саша? Третий час уже. Понимаешь, третий час. Два колоть надо было. Аня. Аня. Мы делаем все, что можем. Ведь не факт же. Не факт, что будет приступ. Мы не знаем. Там. Там столько факторов. Каких факторов? Я просто говорю, что не надо. Не надо паниковать. Может, они знают, что у него птиобет. Откуда? Откуда? Ну, я не знаю. Не знаю. Может, они следили за нами, наблюдали. Какой гора всему мирует? Поехали! Здесь двенадцать. По дороге заедем в банк. Спасибо, Аристарх Иванович. Да. Через полчаса заедем. Менты что говорят? Мы не звонили. Он сказал не звонить. Кто? Тот парень. Ты уверен? Да не уверен я, не уверен! Если позвоним, то все, конец. Ну я не знаю. Я не знаю, ты видел его? Это ж парень вообще. Пацан. Может он вообще один был? Нельзя рисковать, нельзя. Нельзя. Парни! Парни! Помогите! У меня брат помирает. Настя, выключи! Саша не женщина. Но ты-то можешь оценить ситуацию? Оценить реальную обстановку? Да, да. Да, 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 Миша. Надо звонить. Алло, алло, милиция! Я бы хотел заявить. Что, Настя? Настя, ты что? Настя, ты с ума сошла? Что ты делаешь? Аня, ну она с ума сошла! Посмотри, что с ней! Аня, возьми ребенка! Настя, успокойся! Нет! Нет! Выбудите меня! Казал! Мама! Ты можешь успокоиться? Приезжайте скорее. Пацан совсем плохой. Ага, ждем. Мужики, да будьте вы людьми, а? Да не нервничай-то. Сейчас уже скоро приедет. Да когда она приедет-то? Да что перед вами, на колени встать что ли? Да отвезите вы нас и все! Да пойми ты, мы не можем сейчас с поста никуда уехать. Да вы что? Не люди что ли, а? Димыч, может давай все-таки до больницы? Совет же потом замучай. Урод! Лет десять на него пошел, как проклятый. Еще раз списку просит. Какие-то пять штук. Ну уже легче. Чего-то у тебя брат совсем маленький. Какая разница в возрасте? По семнадцати. Опа! Опа! А че, Опа? Вот у моего батя девять братьев. И у дяди Витя с дядей Петей. Двадцать пять лет разница. Ну это так и раньше так было. Это Мосвейдный брат. По отцу. Пятнадцатый, пятнадцатый. Да, пятнадцатый слушает. Пятнадцатый принял. Че там? Платул. Че? Ничего. Че ты такой нервный-то? Опа! Че там? Да, да. Добрый день. Где тебя? Попоней! Попоней! Надь! Спасибо! Нужно было в милицию звонить. Послушал тебя, идиот. 73. Я не знаю, где еще брать. Может быть, хватит? Стой, они, может, от фонаря сказали? Какое время? Не важно, они не позвонят. Почему не позвонят? У Вани начался приступ, они не знают, что делать. Они бросят его. Что ты говоришь, Ань? Кто его бросит? Никто его не бросит. Утешаешь себя, да? Я не утешаю себя. Я просто думаю, что рано отчаиваться. Рано? То есть ты точно знаешь, когда... Рано отчаиваться, когда поздно. Ты точно знаешь, когда нам надо отчаиваться. Ты знаешь, как жить нам. Мне, детям. Аня, прекрати. Сколько раз я тебя просила. Будь поласкови с детьми. Им нужно твое внимание. А это тут при чем сейчас? А ты меня никогда не служил. Но я все подстраиваюсь, подстраиваюсь. А становится все хуже. Все хуже. Аня. Все хуже. Ваня, в больницу. Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мама! 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 Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Ваню в больнице, папа. Прости, я не хотел. Что-то такое. Ничего, ничего. Главное... Главное, Ванька жив. А приступ, приступ это ерунда. Мы его вылечим. Обязательно вылечим. Твой недоноской я хорошо запомнил. Я его своими руками... Козёл. Настя, что за... Хотя... Сволочь, сволочь, что я не отец. Настя, что ты говоришь? Зачем заводить детей, если они тебе не нужны? Настя, ты что? Ты что, с ума сошла? Я же тебе говорил, он мне не сын. Предатель. Ты думаешь, можешь так и толкнуть, грязью при всех облить? А тебя всё равно будут любить. Ну, я бы... Я бы мог сомневаться, если бы речь шла о каком-то старом романе. Но Настя, ты что? Ты думаешь, я ничего не понимаю? Зачем мне скрывать? Ну, был женат и был. Ну, то есть я не был... Ты предатель, трус! Я не был женат на его матери. Он мне не сын. Да при чём здесь он? Ты от меня отказался. Ты меня предал. Я воровка у тебя, обманщица. Тебе мне не жалко? У тебя теперь Ваня есть. А я... Настя, Настя, ты что говоришь? Да лучше бы он его в лесу бросил. Я специально про диабет не сказала. Специально! Папа, папочка, не надо! Я просто хотела, чтобы было всё как раньше. Да, Ванечка! Папа, я так люблю тебя! Папа, папочка, не надо! День! Папочка, не надо! Папочка! Доченька моя! Прости меня, дочь! Что ж мы делаем, дочка? Ты же у меня красавица моя! Доченька, прости меня! Папочка, прости меня, пожалуйста! Прости! Папочка, я больше никогда не буду! Разве эта работа нам не одному нужна, Настя? Это же для всех, для нас! Папочка, прости меня, пожалуйста! Я тебя очень-очень люблю! И маму, папочку, прости, пожалуйста! Всё-всё-всё! Всё, девочка моя, всё-всё закончилось! Всё-всё! И Ваню! Теперь мы будем жить дружно-дружно! Хорошо-хорошо! И Сашу! Управим! Шагом! Марш! Каморин! Шагом! Ты откуда? Да я родственников навещал! У меня что-то отец и сестра! Где? Да тут, недалеко! Станция Подлипки, улица Вишневая! А Стёвер, ну где ты там? Привет, я Клан. Вы что, вы играете? Поехали. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»